«Скандал на трекрасследовании», «Таирус Камеди». — Ты жесткий планокур. — Да. — Твой фильм — это говно. — Мой сын — наркоман. — Стыдно ли тебе за то, что ты работал с Ариком Андреасианом? — Стал забивать русский. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. — Плюс-минус десять лет назад ты участвовал в Камеди Клабе, ты вел 12 злобных зрителей на MTV, участвовал в «Последнем герое» и вел сатанинскую программу «Каникулы в Мексике». В общем, ты был заметным перцем. Последние годы ты живешь здесь, в Лос-Анджелесе, и последние пару лет тебе вообще ничего не слышно. Почему? — Это мой сознательный выбор. Был лет десять назад — потихонечку отходить от экрана, от медийности, уходить больше по другую сторону. Я выбрал такой путь — уйти из света прожекторов в семейную тень. — Почему и когда ты свалил в Лос-Анджелес? — Свалил я в конце 2013-го. Ну, почему я глобально свалил? Очевидно, как и все эмигранты. Я уехал от той жизни, которая меня почему-то не устраивала, к какому-то светлому перспективному будущему. Как это все случилось? На самом деле, я очень аполитичный был до 2008-го года, как вся молодежь. Это было в нулево очень модно — быть аполитичным. В целом был комеди, перли деньги, все было интересно, гастроли, девчонки. Что там они делают — мне было все равно. Ну и где-то на 2008-м я как-то стал чуть обращать внимание. Там что-то Медведев вроде появился, а вроде Путин не ушел. Я стал как-то смотреть. И где-то к 2010-му я вот потихоньку как-то увидел какой-то очевидный вектор движения руководства страны, соответственно, всей страны. И мне это как-то не очень стало устраивать. Ну, душевно как-то немножко. Я как-то проанализировал, опять-таки, не будучи супермудрецом, что произошло за последние годы, куда все это движется, и примерно представил, что будет с Россией в 2015-м, что может быть в 2020-м. И мне как бы не очень это понравилось. И я решил, что мне уже пора заводить семью, и я это хочу делать в более перспективной стране, в более перспективной обстановке. И вот потихонечку перешел к этому вот, к эмиграции. — Ты уехал до Крыма? — Я уехал до Крыма, я уехал сразу после выборов мэра Москвы тринадцатого года. Тогда я уже, в принципе, морально решился, но эти выборы стали как бы такой вот… последней, как бы такой подтверждающей точкой, что мне надо уезжать. — Что было не так? Ты там работал наблюдателем. — Я работал наблюдателем, я решил проявить свою гражданскую позицию. Я пошел в свою родную школу спустя, получается, пятнадцать лет. — Это Взюзино. — Взюзино, да. Пятьсот шнадцатая школа. И я там был наблюдателем весь день. И понятно, что я вел какие-то очевидные вещи, типа карусели, там, вбросы бюллетеней. Там вообще была история потрясающая. Там приезжали милиции с депутатами, пытались меня выдворить. Приезжали мне в помощь муниципальные депутаты, оппозиционеры. Там у меня вообще был такой экшен. А я все это твитил в реальном времени. — А ты прям видел, как вбрасывали? — Я видел, да. Я видел все, я протестовал, я… — А как это происходит? Вот просто я видел это только на записях. Более того, выборы мэра в 2013 мне казались относительно честными. И, ну, по крайней мере, то, что они происшествовали, это было вполне честно… Это было похоже на политику. Вот. А что такое вброс? Вот прям реально училки, которые работают в школе? — Для меня это было самое удивительное. Моя классная руководительница, которая, ну, для меня остался там образ 98-го года, такой доброй женщины, она с абсолютно искренним лицом мне говорила, когда я мешал ей вбрасывать бюллетерь, она говорила, «Мамедов, мы тебя не этому учили». Я говорю, в смысле? Я говорю, ну, сейчас вот… Я же видел, сейчас вы подошли, просто вот так забросили пачку. Она говорит, «Ну, что ты нам мешаешь делать нашу работу?» На самом деле, самое главное на выборах мэра Москвы, что для меня было, я понял, не то, что стоит ли мне оставаться в России и бороться, или оставаться и приспособиться, или замолчать, я понял, что в реальности реальная Россия — это люди, которые искренне не понимают, почему кто-то хочет что-то поменять, почему им мешают из года в год вбрасывать бюллетени, выбирать того, кто им нравится. То есть я им реально мешал. Тем, что пытался насадить честность, как-то соблюдение законов. И я вот буквально через пару недель после выборов купил билет и прилетел, потому что я понял, что даже если бы я захотел бы остаться в России и с горячим сердцем менять ее, большинство людей это не нужно в России. — Почему? — Я думаю, ну, я думаю, какие-то очевидные факты, типа, 70 лет коммунизма. Ну, то есть я даже беру мою маму, ну, то есть вроде бы адекватного человека в моей жизни, но я понимаю, что она, родившись в СССР и прожив большую свою часть там, так же, как и я, прожив большую часть в России, я навсегда останусь россиянином, где бы я ни жил, в какой стране. Так же, наверное, большинство людей, родившихся в СССР, останутся советскими, ну, не знаю, на генетическом уровне психологическом. Большинство людей, видимо, опять-таки, жило не такой классной жизнью в СССР, чтобы сейчас рисковать вроде бы лучшей жизнью в современной России. Не знаю, Россия разная, и, наверное, у всех людей разные причины. Опять-таки, мы же понимаем, что человек, который приходит вечером домой с работы, и для него главное — это накопить, там, на, не знаю, там, на еду и, там, на детям одежду, ему, может быть, не до политики. Чего ему думать о каких-то еще вариантах? Ну, я думаю, куча таких очевидных причин. Ну, Россия же аполитичная страна достаточно. — Ты был на митингах «Болотный» и все? — Я был на «Болотный сахар». Я был не просто был, я был именно агитатором. Я призывал своих друзей, я в Фейсбуке прямо использовал такие NLP-шные, какие-то агрессивные ресурсы. Говорил, что твой ребенок скажет, а вырастет. Где ты был в этот день? Ты должен пойти. Ты же веришь. Ну, короче, я много говорю. Я сам, наверное, ну, там, несколько десятков человек загнал и на «Болотный», и на «Сахар» в свое время. Мы там стояли, кричали. Мы верили. — Сформулируй, что тебя не устраивало. — В России? — Да. — Ну, я тебе же смогу сказать. Это перспективы по многим вопросам. Я понимал, что с годами будет ухудшаться экономическая ситуация, будет увеличиваться рост цен, падать курс рубля, будет падать реальные доходы населения. Я понимал, что нефть не будет всегда столько стоить, и в какой-то момент у государства начнут заканчиваться деньги на осуществление своей работы, помимо того, что они воруют. Эти деньги надо где-то брать. Они же не будут свои дома продавать и виллы. Ну, то есть я понимал, что что-то будет типа пенсионной вот этой всей реформы. То есть я понимал, что они какие-то будут искать способы за счет населения, наиболее малозащищенных слоев населения это компенсировать. Я понимал, что будет международная остановка ухудшаться. Я точно понимал, что мы будем ссориться с Западом и с Европой, и с Америкой. Будем снова... Россия будет дружить с странами третьего мира, с какими-то диктаторскими режимами. С реально не клевыми ребятами, так скажем, мировыми. Я понимал, что со временем будут закрываться границы. Ограничение свободы, есть закон о митингах. Я понимал, что будут все более абсурдные и абсурдные законы приниматься, и народом они будут тоже приниматься. И цензура, я понимал, что рано или поздно доберется до всех сфер. Я говорил со своими коллегами, тем же самым с Comedy Club, что, ребята, вот цензура. Они говорят, да нет, да мы же вне политики, не доберется до них. Понятно, что доберутся. То есть по многим вопросам я понимал, что ситуация будет просто ухудшаться, и нет никаких, это мое мнение личное, причин, чтобы это все начало вдруг резко меняться. В другую сторону. В сторону тех ценностей, которые я разделяю. Этот комплекс причин, вместе с тем самым глобальным ощущением, что никому и не нужно этих изменений, меня как бы привели к выводу, что молчать я чувствовал себя плохо, боюсь, я бы просто закрыл глаза и занимался тем, что я делаю. Бороться я понимал, что это немножечко такое глупое донхихотство. То есть, если ты борешься по-настоящему, то ты либо в тюрьме окажешься, либо подписка о невыезде, что для меня самое страшное может быть, да и духи можно там с новичком нюхнуть, если совсем уж. Ну, то есть я понимал, что бороться с такой системой, это надо быть несемейным, очень таким, видимо, самопожертвованным человеком. Приспособиться, наверное, можно, но это как-то тоже сложно и тоже как-то такая сделка с совестью. В общем... Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий... Где продавец? Продавца нет. Это очень классный концепт. На честность. Ты берешь любую себе воду или еду, кидаешь доллар. И это удобно, потому что продавцу не надо тратить время свое здесь, и он, по сути, получает больше, чем теряет. Стоп. Смотри, вот Голливуд, Голливудский бульвар, где, в общем, все эти бездомные пацаны, он находится в пяти-семи минутах ходьбы. Да. Что их мешает подняться сюда, набрать себе вот эту всю штуку, не заплатить и уйти? Может быть, совесть. Не, ты хочешь реально сказать, что вот эти бездомные это не делают? Может быть, и делают. Может быть, один из них или два из них приходят несколько раз в день, что-то берут. Но, по сути, от этого никто не проигрывает. Все равно мы же понимаем себестоимость этих продуктов. Человек свои деньги получает, что-то он теряет на бомжах, на людях. Мои друзья некоторые идут и говорят, ой, сегодня нет денег, взял что-то. В следующий раз пошел, кинул пять долларов, взял что-то одно. Ну, то есть, это честная система. Это система доверия людям. Это важное, во-первых, вообще, доверие людям друг к другу. И она отработает. На самом деле, он это тоже не придумал сам. Он это увидел в каком-то Discover National Geographic. Была история, когда где-то в Аляске чувак наловил столько рыбы, что он не успевал ее продать. Она просто бы испортилась. И он просто пришел, вывалил кучу, написал, берите кто что хочет, типа, доллар за рыбу. И в результате он продал больше рыбы, заработал больше, чем когда он стоял и продавал ее. И вот этот чувак, увидев это, подумал, что действительно, если достаточно большое количество честных людей… Почему нет? Что, возьмем что-нибудь? У меня есть доллар. Серега, ты видел какой-нибудь такой? Хочешь, укради, хочешь — укради. Укради. Не, у меня нет доллара просто. У меня всего дома. Я бы что-нибудь взял с удовольствием. Вот возьми. Давай возьмем соленую смесь. Давай. Кайф, кайф. Я получил водительские права 12 лет назад. Но во всем, что касается устройства автомобиля, я по-прежнему абсолютный чайник. Наша малышка ведет себя идеально, поэтому у меня нет повода погружаться в ее внутренности. Но у одного из наших Серег случилась проблема. Пацаны в гаражах сказали, что полетела коробка. И они ничем не могут помочь. Чтобы узнать, что не так с коробкой и можно ли ее починить, мы пригнали на ближайшую станцию «Фитсервис». Юра. 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 Уровень масла достаточный. А много в машине еще таких шампуров, которые неожиданно вылезают? Масляный щуп двигателя, масляный щуп коробки передач. Это если автомат со щупом. Щуп. 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 Да. Так, то есть это электроника? Предположительно, да. Так, как мы будем проверять? Берем сканер и подключаем его в машину. Подключаем сканер к диагностическому разъему автомобиля. Сканер сам определяет, что за автомобиль. Нам остается только подтвердить и нажать на кнопочку считывания кодов. И по результатам диагностики мы видим, что есть две электрические неисправности двух клапанов в коробке. Можем сказать, что нужно поднимать машину, либо каким-то другим образом добираться до мозгов, скажем так, коробки. Либо до разъема соленоидов и искать обрыв или же мерить сопротивление. Фитсервис. Это отличная история про то, как в регионе придумать бизнес, который потом масштабируется на всю страну. Бренд Фитсервис родился в Новосибирске. И всего за несколько лет ребята проделали очень большую работу. Сейчас это самый быстрорастущий автосервис России. 172 станции в 80 городах. Вот эта штука, похожая на тележку с лимонадами, оказывается аппарат для замены тормозной жидкости. Где бы я еще это узнал? Мы копались в недрах этой тачки несколько часов и выяснили, что проблема не в соленоидах, а в мозгах. Нам эти мозги починят, и у Сереги снова будет новенькая, свеженькая тачка. Вот эта штука меняет масло в автомобиле. Это еще одно важное знание, которое я сегодня отсюда унесу. Весна — это лучшее время, чтобы приехать на Фитсервис и оценить уровень сервиса лично. До 31 мая здесь действует акция. Меняешь масло — меняй бесплатно резину. Шиномонтаж под ключ идет бонусом. Найти ближайший салон Фитсервис и присоединиться к акции можно по ссылке в описании. Гоним туда! Просто так переехать в Штаты нельзя? Нельзя. Как ты переехал? Ты выиграл грин-карту? Нет, на самом деле я логично заранее, за пару лет начал готовить план. Я выяснил все легальные способы переезда. Один из способов переезда, как раньше сбегали кубинские боксеры и советские балетмейстеры, условно, у них есть творческая виза. То есть если ты успешен в спорте, в театре, в шоу-бизнесе, соответственно, ты налогоплательщик достаточно крупный, то есть специальная такая программа, ты доказываешь им, что ты крутой. У меня было 600 страниц доказательств, что я крутой для Америки. — 600 страниц? — 600 страниц. — Что там было? — Там были все вырезки газеты и журналы интервью, которые я давал. Там были мои банковские счета и мои счеты, мои договоры там с MTV и с Первым каналом, со всем, кем я работал, с Enjoy Movies, со всеми, то есть что я получал высокие гонорары. То есть, ну, в общем, огромный такой список всего рейтинги шоу, которые я делал. Рейтинг каникулы в Мексике, этого потрясающе успешного шоу. Ну, в общем, Comedy Club, разумеется, был очень большим показателем, что вот я участвовал в проекте, который был в Форбсе. — Это какой год? — Что именно, когда я подавал? В 2014-м он подавал. — Я слышал, что в 2014-м году теоретически стилист, работавший на клипе Светланы Лободы, если он набрал там 5, 7, 10 миллионов просмотров, он тоже мог подавать на такую визу и тоже ее получить. — Ну, это на самом деле были времена Обамы. Ну, опять-таки, это все слухи, но, как говорят, у Обамы был такое как бы намерение побольше перехватить вот творческих, спортивных чуваков на волне вот всей вот этой крымской истории, в целом эмгрантского настроения. И да, я знаю, что многие люди, которых мы не назовем селебрити, здесь как бы собрав необходимые документы, да, переехали. Но сейчас вот эта лавочка более-менее прикрылась, Трамп уже не хочет. — Так, и тебе дали визу на сколько? — Мне дали грин-карту на 10 лет. — Ох, и ты 10 лет можешь жить как гражданин, только не голосовать. — Не голосовать и не могу баллотироваться в президенты. Но должен платить налоги. — Так, ты уезжал. Сколько у тебя было лавэ с собой? — Когда я сюда приехал? — Да. — У меня было где-то 200 тысяч долларов. — Так, и как бы страны закончились? Или не закончились? — Они закончились. Ну, опять-таки, я не бизнесмен по натуре. И в целом у меня не было до Америки никакого даже мысли, что деньги — это что-то, чем надо уметь управлять. То есть я как бы из обычной семьи, когда в Камеди поперли деньги, я их тратил. Ну, я не знаю, что надо делать с деньгами. Есть, но трачу. Мы с друзьями едем в Индию на месяц, там, ну, вот что нет. Потом на месяц в Таиланд. Потом, там, не знаю, день рождения устроил, там, для всех друзей, там, на 20 тысяч долларов позвал. Ну, не знаю. То есть я тратил деньги, не копил. И, соответственно, когда приехал в Америку, у меня был какой план? У меня есть 200 тысяч, я один без семьи. И я примерно понял, что я могу, ну, год вообще ничего не делать, жить на эти деньги и как раз-таки знакомиться с людьми, искать потенциальные возможности реализовать себя. Ну, то есть мой план был... Я даже, честно говоря, думал, на два года я растяну. Ну что, 100 тысяч мне в год не хватит? Ну, хватит, конечно. И так думал. Но в мои планы вмешалась семья, дети. Первый бизнес, который я открыл, я в силу того, что я был первый, столкнулся с кучей проблем, и он не запустился вовремя. И потихонечку у меня деньги кончались, кончались. В какой-то момент они у меня действительно кончились. Так, и что ты делал? У тебя был классический период отчаяния, когда ты готов был в Starbucks идти? У меня такой период был, но это даже еще не период отчаяния. Отчаяние, это, наверное, когда я пошел бы на Голливуд давать русским автографы за три доллара. Говорить скандал на триграсследовании, Таирус Камеди. То есть для меня работа в Starbucks это еще не была самым отчаянием, но я был на этом этапе тоже. Я подумал о какой-то нетворческой работе. Я даже скачивал приложение Uber водительское. Водительское? Да, ну, чтобы водить Uber. Так. Но моя машина не прошла там какую-то техническую штуку, и как-то, ну, отложилось это там. То есть, ну, как это происходило? То есть, я вот, например, хочу, думаю, ну, надо работать Uber. Нет, нечего платить в следующем месяце за квартиру. А у тебя жена, ребенок там, знаешь, ну, то есть это... Это стрёмно, кстати. Я говорю весело об этом, но, условно, год назад нам с тобой говорили бы, это было бы драматичное интервью. Драматичнее, я скажу. Это очень сложно для мужчины чувство. Тем более, когда ты с 22-23 лет на волне Камеди и всего остального всегда зарабатывал, ну, намного больше, чем тратил, ничем себе не отказывал. В целом, ты даже если не допускал мысли, что когда-то у тебя может не быть денег. То есть такой мысли не было в голове у меня до там недавнего времени, до нескольких лет назад. И думал стричь траву. Очень популярная здесь работа у иммигрантов. Не требует ни документов, ни специальности. Марихуана, когда вырастает, здесь же легальная марихуана, да. И здесь очень популярная профессия, я даже удивился. Знаешь, в чем здесь какая сейчас профессия есть? Люди приезжают из Москвы сюда, из России, из Украины, на три месяца летом, чтобы поработать здесь с стрегальщиками травы и вот заработать деньги и уехать. Так, то есть они просто косят марихуану, да? Нет, они не косят, они сидят в кабинете с кучей кустов и они вот срезают, ну, листик и приводят ее в рабочий, типа, в такой вид, товарный вид. И за это хорошо платят? За это раньше платили 150 долларов за полкилограмма постриженной травы, 250 долларов. Так, слушай, а ты Uber — это, еще раз, фигура речи или ты готов был реально пойти в отделы работать? Ну, я был готов. А какой у меня был выбор? Если бы машина прошла техосмотр, ты вполне мог засветиться? Мог бы. На самом деле, в реальности, в реальности, что... Почему этого не случилось? Потому что в какой-то момент я переступил через многие свои какие-то личные принципы и понятия, и я начал одалживать деньги у друзей. Слава богу, у меня есть несколько друзей, для которых несколько тысяч долларов на безлимитный по времени и беспроцентный срок — это окей. И я очень скрипя сердцем очень близких людей немножко надалживал денег. И это меня вот оттягивало. То есть, вот есть 2000 долларов, еще месяц могу не работать в Uber. Предложение не удалю. Машину там, конечно, можно потом было взять их машину. Ну, в общем, да, я был готов в какой-то момент работать просто, потому что понимал, что о, я могу заработать 50-100 долларов даже в день, и это клево. Это деньги. Мне пригодятся. Так, и когда в итоге этот период преломился? Что случилось, чтобы у тебя пошли дела вверх? Или они не пошли? Они начали идти вверх, как мне кажется, и все в жизни. То есть, вот эта какая-то волна, нижняя волна как бы закончилась, начала подниматься. Я занимался последние полтора года одним проектом. Опять-таки, тоже каждый день практически вкладывал на него время и силы, и ничего не зарабатывал, и не имел особо возможности зарабатывать. И вот вроде бы вот спустя вот эти полтора года, вот последний месяц-два, он действительно случился, он сработал, и вот сейчас что-то начинает появляться, у меня есть хотя бы возможность начать отдавать долги и потихонечку видеть перспективу своей. Это музей селфи? Это музей селфи. Так, а квесты, которые ты запускал? Квест, это был первый бизнес не просто в Америке, в жизни. Я в России всегда боялся делать бизнес. Мне когда кто-то говорил, давай сделаем вместе ресторан, давай сделаем какой-нибудь клуб. Я говорил, ой, вы что, в России бизнес? То есть, для меня это было, знаешь, что-то типа, ну, смысл, мазохизм какой-то. Порядок, что тебя будут на всех уровнях иметь от мелкого бизнеса до крупного бизнеса. И мой первый бизнес здесь был, вот эти квесты. Ну, в силу многих причин, моей неопытности, он затянулся, бюджет растянулся, прибыль уменьшилась, и в целом он мне не позволил жить достаточно, чтобы вот не думать о сторонних профессиях. Ты уезжал без семьи? Я уезжал один, да. Но она появилась здесь? Да, буквально через несколько дней, после того, как я приехал, я встретил девушку, и как-то у нас сразу все там... Русскую девушку? Русскоязычную. И сейчас у тебя двое детей? Да. Да. Американц... Американка... Американка... Россияне. Слушайте, у них два гражданства. Они могут выбрать, когда вырастут, где жить. Слушай, что это за дырки? Это дырки от бурундуков. Вот Чип и Дейл, вот эти самые, они вот тут живут. Они такие реально крошечные. Мне кажется, они как-то могут сжиматься, как-то как все грызуны, как-то они достаточно такие мясистенькие, щекастенькие. Ты их видел, да? Я тут в один раз был на йоге. Мой единственный раз неудачный. Я пришел в 8 утра на йогу. Тут куча женщин такие все томные, такие все очень веганские. Я начал делать... Бесплатная? Бесплатная йога, там, 3 раза в день. Я начал делать какие-то вот эти сложные упражнения. И вот прямо передо мной стали как вот этой игре с молотком вырезать бурундуки. Я стал хихикать, смеяться, на меня стали оглядываться эти изгибающиеся женщины. Я ушел и больше не приходил. Бурундуки победили. В 13-м году, будучи наблюдателем на выборах, ты, я так понимаю, топил за Алексея Навального. Нет. Я был наблюдателем на выборах от Навального, но я топил за справедливые выборы. Но наблюдатель, он не представляет конкретного кандидата. Он просто представляет... Поддерживал ты его тогда? Поддерживал я его тогда. Как ты сейчас к нему относишься спустя почти 6 лет? Ну, во-первых, глобально, уехав из России, я немножко не то чтобы охладел, но я как бы чуть спокойнее к этому отношусь. Я перестал... Я удалил все свои твиты и фейсбучные посты про политику. Я принял решение, что уехав, я не имею права учить людей в России, как им жить, как им там строить Россию и что делать. То есть я как бы именно свое мнение оставил при себе. К Навальному немножко охладел, ну, просто потому что ну, ребята там, условно, в Кремле как-то смогли грамотно все это настолько затянуть, что как бы вот ты понимаешь, что ну, да. Ну, я имею в виду, что они смогли не дать ему настолько вот разойтись и стать настолько масштабным политиком, чтобы это что-то могло изменить. То есть я понимаю, что, скорее всего, он свой шанс не то чтобы упустил, ему не дали, но, мне кажется, он уже может не успеть ничего сделать для России, что хотел. Как ты отреагировал, когда случился Крым? Ты был уже здесь. Я был здесь. Первое, что я сделал, я в тот же день все свои сбережения в рублях перевел в доллары. Я понимал, что что-то грядет и сэкономил на это достаточно много денег. И дальше следил просто, как будет мир реагировать. Я не обрадовался. Тогда я не обрадовался, наверное, больше, чем сейчас бы был бы как бы к этому спокоен. Но я не обрадовался. Я не обрадовался самому способу, скажем так. Почему? Я считаю, что Путин, как игрок, мог бы сделать это красивее. Даже это мог бы сделать красивее. То есть? Ну, мы же понимаем все, ну, мы же все понимаем, что по большому счету, наверное, большинство людей, живущих в Крыме, окей с этим. В Крыму? В Крыму. Стал забивать русский тут в Америке. И мне кажется, он мог бы, например, устроить официальные выборы, позвать официально международных наблюдателей и сказать, вот, ребята, не верите мне, давайте провести честные выборы. И если бы честно, бы этот народ... Типа как в Шотландии. Типа как были примеры не такой грубой аннексии. И он бы, мне кажется, это только выиграл. Он получил бы Крым, и мировое сообщество не могло бы ему сказать предъявить уже так много всего. То есть, мне кажется, что даже понимая, что Крым условно можно назвать более российским, таким способом этого делать, мне кажется, не стоило. Как ты относишься к Путину? К Путину? Ну, Путин, независимо от моего отношения, вписал себя в историю и России, и мира. И он увеличивает количество страниц, посвященных именно его личности. Ну, что я могу сказать? Богатый чувак, самый богатый чувак. Ну, окей, у нас тут ходит концептическая теория, что помимо официальной зарплаты окружение Путина занимается бизнесами, и он имеет часть от этого, и вроде как у него большое состояние. Серьезно? Ну, да это, скорее всего, это какой-то пропаганда, скорее всего, американская, госдеповская. Но мне как кажется. Мне кажется, он богатый человек, власть у него есть, развелся с женой, начал отношения с молодой, дерзит миру, рулит. Мне кажется, он себя чувствует очень хорошо. То есть он, он как-то в Америке говорят, болер, он хастлер. То есть он делает, что хочет. Как ему я отношусь? Ну, окей. Так, но ты оказался здесь из-за него? Отчасти, да. Безусловно, он человек, создавший условия, при которых я захотел уехать из страны, где у меня была стабильная зарплата, узнаваемость, друзья, семья, в целом, как бы, ну, менталитет, я уехал в, ну, чужую страну, по большому счету. Ты его в этом винишь? Нет. Или ты ему благодарен? Это просто причина следственной связи. Наверное, благодарен, потому что если бы он, он же не может изменить сейчас в России все так, как я хочу, намного проще мне переехать, чем ему Россию изменить. Ты в школе получал путинскую премию, путинскую стипендию. Во-первых, это очень иронично сейчас. Я совершенно про это забыл, ты им сейчас сказал. Да, за что? Это было не в школе, это было в институте. Они выбирали 500 самых топ-студентов по совокупности оценок, участия в активной жизни, спортивной жизни и давали нам какую-то смешную стипендию, какую-то книжку выпускали типа «Будущее России» и давали нам сколько-то там, не знаю, рублей, не помню уже. Что это за здание? Это офигенное здание. Это модная, современная церковь. Каждое воскресенье собираются куча людей. Диджей? Церковь. Диджей, воскресенье, 10 утра, диджей, черный, красиво одетый, играет модную музыку, девушки в коктейльных платьях, парни одеты, как, знаешь, в клипе «Ауткаст» такие, знаешь, очень модные все. И они пьют шампанское, болтают о боге, видимо. Это очень модная церковь, очень классный бизнес. Стоп, это католическая церковь? Нет, в Америке у тебя есть возможность создать любую свою церковь, какие-то условия, там, не знаю, 100 последователей, ты все регистрируешь религию свою, не платишь налоги. Тут около полутора тысяч. Хоть даже церковь, фиолетовые черепицы. Типа такого тут и есть. Да. Тут больше, более полутора тысяч столько в Лос-Анджелесе, разных конфессий, церквей. То есть у этих чуваков есть деньги на здание, они его либо арендуют, либо купили, и здесь тусят. А сколько они религия, чтобы они не зарабатывали каким-то способом, они не платят налоги. И все могут вкладывать в диджеи, у тебя идеи возникали какие-то на этот счет? Да, я на самом деле, нет, у меня все еще есть идея сделать религию, но поскольку я плохо знаю английский, нужно быть проповедником, нужно самому как бы вещать. Я вот своего сына буду готовить, чтобы он вырос новым мессией. Конечно, ну пастор, назовем это, пастор МС. Так, слушай, а здесь же вот соседнее, одно из кустых знаний, это саентологи. Да, это одно из многочисленных зданий, саентология, тоже гениальная абсолютно бизнес-идея. Ну, все знают, 50-е годы, как писатель-фантаст придумал религию, в нее многие люди поверили, дали им... В том числе Том Круз. Том Круз, всякие там траволты. Сделать процент людей, которые верят во все, что ты им говоришь. В этом прикол моей бизнес-идеей. Я создаю любую религию, основанную на всем, что угодно, любви к плесневелому сыру. И найдется процент людей, которые в нее поверят. Из них будет процент людей, которые достаточно зарабатывают, чтобы делиться со мной. Профит! Правильно ли это? Да, это шоу-бизнес. Ты развлекаешь людей, ты даешь им интертейминг. Кто-то делает клевые влоги с интервью. Кто-то делает, там, не знаю, фильмы. Кто-то делает религию. Он дает людям что-то, за это получает деньги. А что такого? Но он же получает свое удовлетворение. Он отдавает деньги, он становится счастливее. Он как... как... психотерапевт. Ты ему платишь, он делает тебя... счастливее. Ты веришь в Бога? Я не верю в Бога. Но я верю в... Деньги? Нет. Я же не из Америки, я же из России. Я верю в душу. Я верю в космос, в науку, в... в... какое-то сочетание мыслительных волн и молекул. Все в Москве говорят, что ты жесткий планокур. Издревле ты куришь очень много травы. Когда это началось? Ну так как ты же все говорят, ты имеешь в виду, наверное, на лайфру? Нет, я имею в виду кучу людей, которые работали с тобой на самых разных местах и с которыми я общался, готовясь к этому интервью. Ну я сразу хочу сказать, что я ничего не пропагандирую, а то сейчас законы принимают всякие опасные, знаешь. Сразу... Я в домике. Ну так случилось, что да, что среди множества способов изменить реальность или расслабиться, я вот выбрал этот, я курю. Да. Случилось это, не знаю, в 22-23 года. Еще в России. Как ты попробовал? Новгород, Ростов, что такое. Где-то в Кавыновской тусовке кто-то принес. Как вот принес, показал. Ты снимал хату на 1905 года. Да. И в тусовке камеди эту хату называли ганджа-притоном. Я не знал, он звал такое классное название? Да. Почему же? Что там происходило? Расскажи. На самом деле, объясню, что там происходило. Так получилось, что я по своей натуре домосек. То есть я любым клубом... Домосек. 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 Я всегда любым тусом, гламурным вечеринкам, темным шумным клубом предпочитал домашние тусовки. Собраться с компанией друзей, девчонок. И просто сидеть дома на диване, общаться. Кто-то пьет пиво, кто-то курит, кто-то делает. Почему притон, не знаю. Мы никому про это не рассказывали. Ну, в общем, мне кажется, просто это было место, куда все могли приехать. Это был, по большому счету, клуб. Закрытый клуб для клевых ребят и девчонок, которые могли приехать. Там всегда можно было покурить? Ну, да. Ты никогда не боялся, что эту хату накроют? И это реально тюремный срок. Здесь, понятно, легалась. А там… Ну, пик моего курения пришелся на свободные медведевские годы. Да какая разница? Это противозаконно. Ты знаешь, в какой-то момент Медведев же поменял чуть-чуть закон и стало возможным даже ношение собой. Короче, это была какая-то декриминализация. То есть, Медведев, он не только нам подарил интернет, но и даже вот в эту сторону чуть-чуть двинул. Был период, когда было, скажем так, государственное послабление. Было. Медведев подарил интернет? Ну, условно говоря. Он его, скажем так, не закрывал. Это уже подарок. Я слышал историю, что кому-то из пацанов из Камеди ты подошел, ты часть твоего гастрольного графика еще застал в те времена, когда гейтов у аэропортов не было почти нигде. Вот. И до самолетов доставляли на автобусе или пешочком надо бы идти. И кому-то из пацанов ты предложил покурить. Хочешь? Прямо у самолета. То есть, ты пронес траву через все контроли, и у тебя была трава просто уже непосредственно в самолете. Ну, смотри. Спроси, спроси. Во-первых, это правда. Я не помню, но, наверное. Так. Как такое возможно? Как ты проносил? Где? Вот в каком отверстии ботинка? Я даже, наверное, не знаю, я могу тебе рассказать, как я пронес на последний герой. Я на острове тоже этим занимался. Рассказывай. Ну, смотри. Во-первых, я считаю, что я попробовал 23 и сознательно сделать этот выбор. Я считаю, что я взрослый человек, и никто не должен мне запрещать делать что-то, что не мешает окружающим. Не ущемляет ничьи другие права. То есть, я считаю, что я решаю, что мне пить, что мне курить, что мне смотреть и говорить. Поэтому, как бы, я к этому отношусь, как к моему праву это делать и стараюсь, как бы, ну, законы подгибать под свои, как бы, внутренние правила. А что ты спросил? Как ты это делал? Как я... А! Разными способами. Я сейчас могу просто сейчас расскажу, потом таможенники будут больше палить хороших, классных ребят. И пусть палят. И пусть палят. Это незаконно. И не пусть палят балбесов, которые слишком рискованные и могут попасть в тюрьму. Поэтому пусть палят. Значит, палю. Ну, во-первых, например, зубная паста, пакетик, зубной пасты, например. Ты можешь сзади его развинтить, все оттуда вынуть, туда загнать и обратно завинтить. И у тебя просто зубная паста мнется там, что-то, ну, то есть, например, ты можешь это раскрошить и засунуть в капсулы. И у тебя просто будет баночка с капсулами, витаминчиками какими-то. А, например, на «Последний герой», когда я летел, там нас, ну, не то чтобы досматривали, но у нас не было возможности провести ничего достаточно легко, потому что там на аэропорт и все. И я понимал, что было бы клево на острове что-то иметь. Я взял небольшой как бы камешек и, предполагая тщательный досмотр, я его скотчем примотал туда, куда я был уверен, никто не полезет. К члену? Да. У тебя привязан к члену был сверток с марихуаной? Да, с гашишом. Об этом никто не знает. Сейчас Эрнс такой «Ах!» Да, я никому об этом не рассказывал, но я действительно вот так провез. Так, и с кем ты там курил? С Икалопуревой? Скажем так, я не буду говорить, с кем я там курил. Там было несколько человек, которые со мной это разделяли, но забавно то, что там же люди выбывают, и последнюю неделю или две я остался единственным, кто это делал, и у меня осталось очень много. И я вообще последнюю неделю на «Последнем герое» я просто Ямайку устроил. Это в Доминикане было или в Панаме? Это в Панаме было. Еще информация от пацанов с большой земли, из цивилизации, из России. У Незлобина и Таира была арендована земля на Гоа в поселке Ашвен и называлась Лост. Тусовое место, где просто происходили невероятные рейвы и тусы. Что там происходило? Во-первых, это было не с Незлобиным, а с Кравцем у меня было. Это такой наш первый, ну даже не бизнес, а просто вот вложение. Незлобин просто был частью нашей тусовки, мы просто так любили Индию, так любили там отдыхать каждую зиму, что в какой-то момент взяли небольшой участок земли, построили там небольшой ресторанчик, несколько бунгал, и как бы жили там, когда жили, и сдавали, когда не жили. И просто, опять-таки, это было место концентрации клевых людей. Просто бывало там до сотни людей, собирались у нас и просто вот проводили клевое время. Самая невероятная вечеринка, которая там была. Это было открытие наше, когда мы вот сами мучаясь, там что-то пиля и подкрашивая, все открыли, собрались много народу, мы очень волновались, и это было вот, я до этого такого не видел, реально, в небе две звезды и Луна выстроились в виде смайлика, даже не знал, что такое возможно, то есть месяц было вот так, и две точки были, как звезда, мы говорили, это хороший знак, и было реально круто, и мы купили огромный такой ящик салюта, и это был индийский салют, и он вместо того, чтобы взлетать, он одновременно весь взорвался, и это был просто такой круто, эмоционально, все очень радовались, мы были молодые, без семей, хорошо зарабатывающие, Медведев еще был, мы верили в будущее, вот так было круто. Слушай, ты так про Медведева говоришь красиво. Я не знаю, почему. Ну, потому что понятно, это как бы оттепель и все остальное, но фильм Навального про Медведева, поменял твое отношение к ним? Про уточек? Конечно. Конечно не поменял, я все это знал, ну, то есть, для меня фильм Навального это, ну, из серии типа «А вы не знали?» ну, я как бы не удивляюсь, я их не смотрю в последнее время. Опять-таки, вот это, ты говоришь, про Навального, Навальный меня просто не удивляет, потому что, ну, в принципе, да, мы все это уже знаем. Сколько стоит у тебя аренда хатов в месяц? У меня сейчас стоит 1900 долларов. 1900? Сколько тебе в месяц надо, чтобы нормально здесь жить? Жить на каком уровне? Ну, на том, на котором ты живешь. Ты сейчас здесь кто? Ты хастлер? Ты upper-middle-class? Ты middle-class? Ну, если, скажем, взять это за какую-то компьютерную игру, ты где-то прокачиваешь персонажа, я где-то на 25%. То есть я начинаю уже как-то что-то, какие-то первые результаты получать в своей многолетней деятельности здесь. Сколько мне надо? Мне кажется, если бы я получал здесь 10 тысяч долларов в месяц, я был бы окей. Это не значит... Окей чтобы что? Чтобы позволять себе аренду квартиры, даже, может быть, в Беверли-Хиллз, в принципе, практически любую машину в кредит, последняя модель телефона. Отпуск? Отпуск на Гавайях даже дорогой, даже, может быть, в России еще дороже. Да, конечно. А сколько у тебя сейчас месяц? Сейчас? Да. Ну я теперь же бизнесмен. Ага. Я поэтому... У меня как бы... Это и раньше работал зарплату, а теперь мой доход зависит от сезонности, от успешности проекта. Это колеблется. Ну это меньше 10 тысяч. Я пока на пути к этой первой цели. Знаменитое видео резидента комеди-клаба курят травку. Где это было? Как вас подкараулили? Это на самом деле как раз таки вот вам, журналистам, пример профессионализма высокого и самоотдачи в том случае журналистов Life.ru. Это был день рождения Батрудинова. И нам даже намекнули, что, ребят, возможно, кто-то приедет какие-то там журналисты как-то скрыто снять. Поэтому не говорите, где вы отмечаете... И он всем сказал, я не отмечаю, но они же умные. Они позвонили, говорят, здравствуйте, Тимур, вас поздравляет Константин Эрнст. У него для вас есть подарок. Он говорит, Батрудина же. Он говорит, Смог, Константин, да. Да, они говорят, куда привезти? Он говорит, вот в офисе комеди. Они говорят, но вы на входе предупредите, что приедут с Первого канала. Он говорит, конечно. И бравые сотрудники Life.ru приезжают на фургончике. На входе говорят, мы от Эрнста? Они говорят, да-да-да, вас ждут. Подъезжают на парковочку и со скрытыми камерами снимают, как мы смачно крутим и курим. И выпускают все это в виде видеосюжет и в виде газеты. И там через несколько дней моя мама приходит ко мне в слезах и разворачивает газету. И на весь разворот я облизываю косяк. И она говорит, мой сын наркоман. Мой сын наркоман. И это было потрясающим началом изменение отношений моей мамы к... К каннабису? К каннабису и к принятию своего сына наркоманом. Как менялось это отношение? Что ты сделал? Как ты стал ей объяснять, что... Она пришла, неоднократно, пришла с братом моим старшим, который тоже очень... Это у нас такая наша интервенция была. То есть мы очень все на высоких тонах говорили, что я уже взрослым могу решать. Как произошло все это? Ну, это был долгий процесс, который закончился, кстати, не могу сказать успехом. Я начал убеждать свою маму, что это нормально. Я вместе с мамой Незлобиной отправил их в тур в Амстердам. О! Просто посмотреть город. И как одна из частей города им рассказывали, что вот есть тут такая вот культура курения, что тут это делают взрослые люди. Им даже предложили попробовать, но они как-то не решились. Но потом все говорили, вы были в Амстердаме, не попробовали? Потом я маму взял с собой один раз в Гуа на месяц. И она увидела, что многие взрослые, абсолютно адекватные, успешные семейные люди курят и не становятся из-за этого монстрами или героинщиками. И так потихонечку потихонечку она изменяла отношения настолько, что несколько лет назад я каким-то образом уговорил ее попробовать маленькую шоколадку. Карамбла здесь. Она попробовала, пошла сразу спать. Ну, то есть я считаю, что я смог чуть-чуть сдвигнуть парадигму советского человека, что грань между наркоманией и слабостью. А объясни ее мне, как человеку, который вообще не употребляет. Я побухиваю, но вообще не употребляю наркоту. Как ты относишься к гипотезе, что легкие наркотики — это трамплин к тяжеляку? Я думаю, что это отчасти правда, но это зависит не от наркотиков, мне кажется, а от человека. То есть, ну, если человек действительно не может найти в жизни достаточно счастья без тяжелых наркотиков, то, наверное, это его выбор. А легкие наркотики я к ним отношу и алкоголь, и никотин, и кофе, и шоппинг, и занятия в спортзале. Каждый выбирает свой легкий наркотик. Ты серьезно считаешь, ну, то есть шоппинг сопоставим с курением травы? В каком-то смысле, да. Я имею в виду шоппинг, знаешь, есть у людей шоппинг на уровне наркомании, когда людям необходимо периодически получать дозу, идти что-то покупать. То есть, я считаю, что у каждого человека есть какая-то слабость. Я тебе так скажу, меня пугают люди, не пугают, а задачают люди, которые мне говорят, я не курю и не пью, я ничего не делаю. Я думаю, ну, где же ты расслабляешься, чувак? Может, ты там детей где-то ешь? Я не знаю, что делать, человек, который внешне абсолютно идеальный человек, он ничего не делает. Ты виск побухиваешь. Не, я, я и близко не идеальна. Если твой сын придет к тебе в 13-14 лет и попросит покурить косячок, как ты отреагируешь? Я скажу спасибо, что ты пришел ко мне, а не стал это делать сам в этих подъездах Беверли-Хиллса чистых. Мы в Голливуде, если что. Я надеюсь, к этому времени я перееду. Здесь не чистые подъезды, так? Да, не алтуфь его. Я скажу ему, что сын, я скажу, я это попробовал в 22-23 года в сознательном возрасте и по закону ты можешь это пробовать с 21 года. Я скажу, мне было бы очень приятно, если ты бы дождался срока, когда это можно, попробовал бы и принял свое решение. Если он посчитает, что это ему нужно, ну пусть. Ну покурю. То есть ты разрешишь? Если он после 21 года примет такое решение, он взрослый человек. А, да, 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 да. Я расстроюсь. Не то, что расстроюсь, я, наверное, ну, может быть, опечалюсь, но не буду караулить его, просить дышать на меня, обыскивать карманы, ну что делать. селфи. Слушай, а это исследование по тому, кто как селфится в мире? Да, это 5 городов, 200 тысяч селфи было взято, проанализировано. Значит, в Москве это количество улыбок. Да. И в Москве на селфи улыбается реже, чем в Бангкоке, Берлине, Нью-Йорке и Сан-Пауло. Да, Москва это самый неулыбающийся город из исследованных. Ну это же пиздец. Это всего лишь статистика. В душе-то все люди-то московские радуются. Как ты относишься к американским улыбкам? К этим вот неискренним? Ну вот, я, во-первых, не говорил этого. Я здесь не живу, чтобы такой глубокий анализ провести. А неискренние ли они? Вот как раз таки, да, хороший вопрос. Я могу сказать, что я сам уже сейчас ловлю себя на том, что я встречаю на улице незнакомого человека, улыбаясь и на секунду и моментально эту улыбку просто от этого уходит. Мне кажется, это очень клевая, пусть даже надуманная, но привычка, которая все равно тебе несколько раз в день делает приятно. Даже от незнакомого человека. Может, даже неискренне. А как ты к полиции здесь относишься? Ну для начала у тебя был страх, не страх, а вот это вот обычное недоверие, тревога, когда мент на горизонте появляется в России. У меня такое здесь было первые года, два, три. Я возгласил на мысли, что я вот еду за рулем, поехал полицейский, я минут через пять понимаю, что все пять минут разгонял в голове диалог, если он меня остановит. Здесь? Да. Я думаю, он меня спросит, откуда вы? Почему из России? То есть у меня был какой-то инстинкт отмазывания. Но это прошло со временем. Потому что меня один раз остановил милиционер и сказал мне, «У тебя фара испортилась, это опасно, пожалуйста, исправь». И со временем, как-то я понял, что здесь действительно полиция выполняет свою работу, она защищает меня. Сейчас, увидев полицейского, чувствую себя спокойно даже. Когда я учился на психолога, было большое исследование. Есть такой тест, ММПА, это тест 450 вопросов, который выясняет полностью личность человека. И там есть вопрос. Это американский тест. Ваше отношение к полицейским. И в этом тесте ответ доверительное отношение считается нормой. Когда в МГУ советские психологи этот тест адаптировали, они этот вопрос вынуждены бы поменять. И ответ доброжелательное отношение к представителю власти считается ненормой в России. То есть в России нормальный человек не доверяют полиции. А если я, проходя этот тест, отвечаю, что доверяют, значит, ну типа, со мной что-то не так. Я отклонение. Это отклонение от нормы российских реалий. Да. Мы находимся в Голливуде. Ое. А здесь каждый угол, каждое здание, каждый кубометр воздуха напоминает мне об одном человеке. О Сарике Андреа Сяне. Ты имеешь в виду голливудские звезды? Вот эти нормы. Да, здесь все, понимаешь? Я как бы не могу отделаться от мысли того, что он есть и ты с ним работал. Да. С компанией и Джой Муи. Давай сразу проясним. Ты был у них актером... Я два раза был как актером. Да? Два раза был как режиссером. Как режиссер. Еще сценарий писал в тем фильме, где был задействован. Да. Стыдно ли тебе за то, что ты работал с Сариком Андреа Сяном? Нет, мне вообще не стыдно ни за одну мою работу в моей жизни. Мне какие-то из них не нравятся и какие-то я понимаю, что я не вытянул, я сделал плохо, но мне не стыдно. Как может быть не стыдно за эти фильмы? Ну, смотри. Первые два фильма, где я был как актер, во-первых, я не то чтобы уговаривал Сарика, но я ему сразу говорил, что я не актер и плохо играю, и если он хочет актер, ему надо взять актера, но он меня взял. Мне было интересно попробовать. Фильмы, где он режиссер, это его фильмы. Если должно быть стыдно, то ему, но мне кажется, ему за эти фильмы не стыдно. Мои фильмы как режиссерские, за первый фильм мне вообще не стыдно. Я сделал его как хотел. «Женщина против мужчин». «Женщина против мужчин» это легкая, легкая, молодежная комедия, нефилософская драма. Таир. Да. Могу ли я с тобой поспорить? Конечно. Мне кажется, что твой фильм «Женщина против мужчин» это говно. Окей, я верю. Нет, объясни, почему ты не согласен с этим. Все, что ты говорил до этого, это мысли очень логичного, очень здравого человека, который вдруг тебе сейчас хочется сказать, что «Женщина против мужчин» не говно. Я тебе объясню. Очень много разных людей и очень много разных мнений. И мы часто надеемся и хотим, чтобы наше мнение как бы оно было правым или даже было большинством. Это как вот, например, с Путиным. То, что я, например, не хотел бы, чтобы Путин был у власти, я в меньшинстве в этом. И это не значит, что я не прав или я прав. То же самое здесь. Многие фильмы, включая мой фильм, многие мне нравятся. Я могу даже понять, почему. Но так же, как и твое интервью. Я иногда смотрю, думаю, клевое интервью. Смотрю в комментариях, люди о какую-то фигню пишут. Я понимаю, что, значит, кому-то не понравилось. Кому-то мой фильм не понравился. Ты в их числе. Но это делает этот фильм говно только для тебя и этих людей. Для начала. Так. Какие три фильма ты считаешь лучшими, которые были сняты в России? Окей. В эпоху великого советского кино, а сейчас? Это «Брат» первый. Так. Я считаю это великим кино. Мне в свое время очень-очень показался сильным фильмом «Остров» с Мамоновым. Третий фильм. Знаешь, современный фильм, я мог бы там условно опять-таки назвать быковым режиссером фильма, который мне нравится, но прямо выделить фильм я не мог. Мне кажется, вот не столько даже фильм, сколько концовка фильма «Жмурки», того же Балабанова. мне она очень нравится именно своей вот этой пророчеством, своим таким вот, своей простой наивной правдой. Напомни, это где... Это весь фильм про двух, ну просто бандитов. Нет, концовка, где Михалков уже служит чувакам. Где сами чуваки уже служат народу, где они стали просто депутатами, сидят напротив Кремля, и они будут вершить судьбу людей, начиная с 90-х, и как оказалось до сегодняшних дней. Объясни тогда, как человек, которому нравится Балабанов и Лунгин, мог снять вот такое. Женщины против мужчин. Давай, ты считаешь, что это частное мнение? Безусловно. Это субъективно. Но! Несколько вещей, которые я себе выписал, когда через кровь и прочие выделения из глаз смотрел. Пара, у которой свой стульчак от унитаза. Да. Это что за пиздец? Есть люди... В чем шутка, во-первых, а во-вторых, реально потом есть люди, которые водят с собой стульчак для унитаза даже в медовый месяц? Смотри, мы можем с тобой обсуждать детали. Мне кажется, глобально, вот еще такая мысль у меня, я это тоже понял, все-таки моя, может быть, не то чтобы ошибка, но моя наивность была, что я могу снять фильм как те комедии голливудские, которые мне нравятся, и он будет принят российским зрителям. Я уверен, что тот же самый фильм, снятый слово в слово на английском языке с англоязычными актерами и дублированным на русском, люди бы восприняли по-другому. Действительно, людей коробят, когда в русскоязычном фильме появляются какие-то вот такие немножко утрированные глупистики. Опять-таки, эта штука не то, чтобы я придумал что-то гениальное. Мы взяли за основу фильм с Кэмерон Дина, с Эштон Кучером, Кэмерон Дина, фильм про «Однажды в Вегасе», где тоже была сцена с Сульчаком, чуть, может быть, более логичная, но смысл в том, что это повод для шутки, это комедия. Это не комедия Григория Горина. Хорошо. Что? Это не комедия Григория Горина какая-то с каким-то смыслом внутренним. Это развлекалово, интертейнмент. Ну окей, а сцена, когда они ограбления устраивают, шутку в ограблении, ну блин, как они могут не узнать? Это их мужья, они только что женились, там под этими щетками, ну видно же что. Если бы ты мне сказал, что это не смешно, и ты можешь мне это сказать, я это приму, но ты пытаешься найти логику в комедийном фильме. Давай поископать поищем логику в фильме «Тупой еще тупее». Ну как? Слепой мальчик не понял, что пинг-понговый шарик на голове у попугайчика. Ну как же он не понял? Да потому что это комедия. Как чувак этот съел бургер и умер? Ну то есть, мы же в комедии. Хорошо, в комедии. Три раза микрофон появляется за... Это наверняка мой косяк, потому что наверняка это я просто не увидел, отсматривая кадры. Я фильм этот посмотрел, ты понимаешь, раз в 50 на монтаже. За столько видов был замылен, был глаз, что просто этот... Ну бывает, бывает. Накосячили, бывает. Киноляп. Ты знаешь, что в фильме «Гладиатор» оскаровском гладиаторы бегают с наручными часами и в кроссовках? Серьезно? Да, киноляп абсолютно нормальная штука для больших-больших серьезных фильмов тоже. Ага. Ну вроде «Женщины против мужчин». «Женщины против мужчин», «Гладиатор». В тот же период в сеть вывалили, якобы вывалили фото откровенные, фото актера. В том числе ты там с голой жопой стоял? Я правильно понимаю, что это промо-компания к какому-то из фильмов «Enjoy» и «Movies» была? Да, это, по-моему, даже я чуть ли не предложил. Это была промо-компания к фильму «Что творят мужчины 2». И как раз таки в этот момент случился скандал, когда в сеть вылили фото Дженнифера Лоуренс и всех остальных там красоток. И мы решили вот так на хайпе поддержать. Удачно ли это маркетинг, как ты думаешь? Судя по сбору фильма, нет. Ну такая наеба. Ну как, это же шоу. Это же шоу. Это, в принципе, слова-синонимы немножко. Наеба и шоу. Да. Ну а как? То есть, ты понимаешь, что, ну, конечно, любое шоу, это немножко ты обманываешь зрителя. Ну если шоу высокого уровня, это же не наеба, а люди... Ну как, есть же монтаж, есть же съемка с разной камерой. Это не то, что так человек сидит и смотрит живой театр. Ему показывают крупный план, и он более эмоционально близок к герою. Ему включают трогательную музыку, и он больше переживает. Конечно, мы используем все средства монтажа и звукомонтажа для того, чтобы выжать больше эмоций. Как фильм можно... В русский фильм можно затащить... В русский фильм Сарика Андреасяна можно затащить Помелу Андерсон? За деньги. Как и все в Америке, да и, наверное, в России решается. Хотели какую-то звезду, перевели переговоры с некоторыми, и в конце концов через агентов Помелы вышли на Помелу. Она согласилась. У нее было условие, она же защитница животных, что никакого мяса на площадке. В плане... Даже в кейтеринге? В кейтеринге, именно в кейтеринге, чтобы никто из съемочной группы не ел мясо. И все, какую-то назвала сумму и... Ты не помнишь сумму? Я помню, но, мне кажется, я не могу ее говорить, просто потому что это ребята. Ты можешь объяснить, для чего Сарик Андреасян продолжает делать то, что у него получается объективно плохо? Смотри. Вторую часть комментировать это, наверное, большой разговор. Почему продолжает делать? Я думаю, просто потому, что он не может этого не делать. Вот он настолько хочет быть режиссером, как... Почему, условно, Бузова делает то, что она делает? Почему Путин делает то, что он делает? Стоп, стоп, стоп. Ольга Бузова блистательно работает Ольгой Бузовой. Сарик Андресян блистательно работает продюсером, потому что продолжает находить деньги на фильмы, какие-то фильмы продолжает деньги возвращать. Он не может не снимать. Вот у него, видимо, такая страсть. Он вот не может пойти работать водителем Убера, потому что вот он настолько в душе режиссер. Это мое мнение, я, может быть, ошибаюсь, что он не может не снимать. Пусть даже его все обосрут, а BadComedian выпустит очередное видео, это не остановит Сарика на пути к его мечте снимать. Как ты относишься к Жене, к BadComedian? Нормально отношусь. Я в свое время, опять-таки, многих людей подсадил на его канал. Мне в свое время показали. Я считаю, у меня была вершина творчества, когда вот он делал «Бригаду» и «Уландскую балладу». Я эти видео смотрел раз по десять, показывал всем. Потом, мне кажется, у него ушло немножко все в сторону больше негативизма и агрессии, чем Стеба. Но в какой-то момент он вернулся. Я смотрю, я подписанно смотрю, вот так могу сказать. Я живу в Голливуде. В пяти минутах ходьбы вот место, где вручают Оскар. Это очень туристическое попсовое место, но это идеальное место для русских иммигрантов, первых нескольких лет их жизни. Оно было центром русской иммиграции в конце 70-х, начало 80-х. Потом все эти люди повзрослели, разбогатели, переехали. И сейчас вот эта последняя волна иммиграции, последние пять лет, семь лет, первым делом люди, так получается, сюда приезжают. Здесь очень удобно. Здесь русские магазины, русские люди в банке работают, в аптеке, везде. Ну, то есть русские рестораны, все классно. Я слышал, что есть люди, которые вообще на русском не разговаривают. Да, есть люди, которые сюда приехали 15 лет назад, уже в достаточно большом возрасте, чтобы, наверное, не знаю, учить новый язык. И они решили его не учить. Они тут живут на русском, общаются, зная там 10 слов, типа I want this, this, that. How much? Oh, so expensive. Что-то такое. И можно жить действительно здесь. На самом деле здесь можно жить, не обламывать. Не только русскоязычные. Тут есть же маленькая Эфиопия, тайский квартал, азиатский квартал. Я поначалу комплексовал своего языка, думал, с акцентом не поймут. Тут есть люди, которые живут 40 лет, разговаривают на английском, ну, хуже, чем я в 4 года. Здесь очень много бомжей, очень много туристов, очень много людей, которые сюда приезжают на год, на два и не очень из-за этого уважают окружающие улицы. Много собачьих какашек. А они откуда? Я думаю, что как минимум половина какашек это русскоязычные люди, у которых нет культуры за собой убирать. Я сам видел. Что же, говорит, мой друг выгуливал собаку, она покакала, я говорю, убери. Он говорит, да, ну, то есть, ну, как бы вот это еще не совсем адаптированная вот эта ответственность за место, где ты живешь. Я даже думал создать дружину, ходить с повязками ночью, следить, говорить, а-а-а, убери за собой. Но так и не сделал. А у нас нет в культуре этого, да? Ну, мне кажется, нет, ну, в России же нет такого убирать. То есть, это же нормально, собака покакала, в смысле? А тут, наоборот, вот это закон. Это на самом деле закон, прописанный со штрафом. Когда твоя собака какает, есть пакетики бесплатные, ты должен собрать, и это тепленькое вот это буррито с собой унести куда-нибудь. Ну, или выкинуть в мусорку. Сдал как ее, брат. Я не смогу сегодня буррито у мексикантов заказать. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Помимо фильмов, ты режиссировал клипы? Да. И есть как минимум один, который мне очень нравился, когда, ну, он нравится и сейчас, просто он там, может, немножко устарел. Это клип Крафтсу «Я думал». Это снято одним дублем? Это снято одним дублем. Сколько раз вы пробовали, чтобы это сделать? Каждый раз люди, свет включается-выключается, и люди делают что-то новое. И как они помнили, что нужно это сделать? Я всегда, как я пересматриваю, не могу понять. Ну, во-первых, как и большинство клипов Крафтсу, до определенного периода это снималось все бесплатно. Все это друзья, дружеская локация. Нам дали на два часа этот вот магазин. И мы никогда не репетировали. То есть Крафтс очень волновался. Как мы это сделаем? Как ты струны прицепишь? Я говорю, да отрепетируй. Мы собрались, отрепетировали где-то там за час и сделали восемь или девять дублей, потому что у нас больше не было времени. И вот, по-моему, последний девятый дубль, опять-таки, для меня это не идеальный дубль. Я бы сделал еще бы десять. Но он был окей, и у нас закончилось время, и он пошел в эфир. Потому что я, например, поклонник Гандри, Мишеля. Он делает очень много клипов для Chemical Brothers, The Daft Punk. Очень талантливый французский режиссер. Он делал десятки, сотни дублей, чтобы добиться идеального результата. Не как мы с Сариком по три-четыре дубля. А столько, да? Ты знаешь, я вот у Сарика, будучи актером, какие-то интересные, да, почерпнул у него способы эффективно делать коммерческое кино. Типа вот не делать пятнадцать-двадцать дублей там, где можно сделать три-четыре. Потому что, если ты делаешь кино как бизнес, а не как способ изменить мир, ты должен мыслить более бизнес. А тебе какое кино ближе? Мне ближе... Это коммерческое кино. Мне ближе Джеймс Кэмерон, который по большому сути это просто очень качественная, но мейнстримовая попса. То есть для меня вот это показатель. Не какие-то фильмы, там, Дэвида Ринча или там, Звягинцева, а просто развлекал его. Я сам из мира энтертеймента, я люблю развлекать. С легкой мыслью внутри. Вы же кореша с Крафтсом. Да, мы жили вместе и работали вместе. Я, ну, был с ним, когда он только начинал и помогал сделать ему первый альбом. Сейчас он кореш Киселева. Он арт-директор его фестиваля, помогал ему читать рэп. Как ты к этому относишься? Во-первых, я узнал об этом из твоего интервью с Киселевым. И у меня несколько человек об этом спросили. И я у Крафта даже для себя просто спросил. Я говорю, чувак, я знаю примерно, почему это происходит так, но хочу от тебя услышать. И он мне сказал примерно то, что я думал. Есть такая категория людей, творческие особенно, которые настолько в своем творчестве, что, скажем, они не то чтобы аполитичные, они вообще антиполитичные. То есть он просто, я уверен, так и есть, он не видит в этом политике. Даже если я и ты, например, видим в эту политику, он это не видит в этом. И, то есть, я думаю, он просто согласился на возможность побыть арт-директором рэп-фестиваля, продвинуться каких-то молодых артистов на более высокий уровень, пропагандировать какие-то идеи, ценности, которые он несет в своих песнях. Я думаю, вот так. То есть я не думаю, что он подписал кровью договор с Кремлем. Даже в своем сердце. Тут на самом деле очень много кошек, тут очень много собак, и этому есть объяснение. Очень много людей сюда приезжает, иммигранты, молодые семьи, которые не решаются из-за финансового положения, из-за социальной нестабильности у начинающих иммигрантов, не решаются завести детей. И поэтому очень много собак. Тут есть большая культура не покупать причем собак, а идти в приют, выбирать себе собаку, какую-то миленькую, клевенькую, платить за ее прививки, и все, она твоя. То есть люди сублимируют, да? И вот эту родительскую любовь и чувство они туда направляют? Сублимируют, практикуют, начинают с такой малой ответственности, как вот кредит. Потихонечку все больше и больше расширяют свою возможность. Может они собакой поймут, что это не их. Еще одна репутация, которая была у тебя, когда ты жил в Москве, репутация адского ловеласа. Вот это неправда. И говорят, что ты перетоптал половину светской Москвы. Так никто не говорит. Я уверен, что если в тех случаях действительно у тебя была информация, если ты просто придумал начало фразы, чтобы это звучало как-то оправданно. Я не думаю, что кто-то об этом когда-то говорил. Ты сейчас так говоришь, потому что жена посмотрит. Нет. Жена знает, что она у меня, что первая, что я девственник. Ну, по крайней мере, на этой, в этом полушарии. Хорошо. Это правда, кстати. У меня было несколько дней, недель моих первых дней в Америке что-то намутить. Я зашел в Тиндер даже, переписывался с двумя американками, но не могу. А что, 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 что не так? Скрепаните? Скрепаните. Вот абсолютно настолько другой ментальный код. Ты даже не то, чтобы не знаешь, как пошутить. Ты как-то, ну, как-то не прет. Нет ничего. Вот. А в Москве таких слухов не ходят, я уверен. Но если ходят, ну, ну все. Устили девчонки. Жеребца. В эпоху, когда ты был на всех телеэкранах страны, некая девушка Яна дала интервью, в котором рассказала, что она была девушкой твоего брата. Твой брат Анарио зовут, да? И она рассказала, что он ее избивал. Ты тогда жил вместе с ними, ну, по крайней мере, по ее рассказам. Это правда было так? Я тогда не жил вместе с ними, я был, по-моему, в активных гастролях. Я знаю, что у них были какие-то не было получено отношения, и я не знаю степень правды или неправды. Я только знаю, что в какой-то момент вся семья поставила себе задачу прекратить эти болезненные отношения, и я как-то в этом даже, ну, попытался помочь насколько могу советом. Я не знаю той грани правды, которая там была, но я знаю, что это была какая-то статья чуть ли не тому же Life.ru, сделанная исключительно с целью мести и даже попытки уязвить меня, видимо. Если бы твой брат при тебе ударил женщину, как бы ты отреагировал? Я бы физически его бы остановил. Нет, если бы он уже ударил. Если бы он ударил, я бы, ну, не знаю, действовал как-то по импульсам, наверное, бы оттолкнул его, чтобы точно прекратить эти действия и, наверное, стал бы в какой-то очень агрессивной форме объяснять ему, что он неправ. Ты когда-нибудь убил женщину? Нет. Пощечина? Нет. Ну, пошлепывание — да. Ты в комедиклаб выступал с довольно агрессивным юмором. Ну, то есть, это были шутки, юмор не для всех. Тебе же прилетало когда-то за это. Ты знаешь, мне один раз не то, чтобы прилетело, на один раз мне позвонили и сказали, здравствуйте, я адвокат Людмилы Марковны Гурченко. Ваша шутка, была шутка какая-то про то, что Людмила Гурченко, ложась спать, забыла закрыть крышку гроба, она была жива тогда. Они говорят, вам не стыдно? Она говорит, она на вас суд подает. Я говорю, ну окей, пусть подает, там в ТНТ будете судиться. Он говорит, а вам вообще не стыдно? У меня адвокат говорит ее. Я говорю, да это юмор, я говорю, я ничего, мне не стыдно. И что ты думаешь? Через несколько дней выходит статья. Таир Мамедов, мне не стыдно. То есть, опять в очередной раз позвонили в Life.ru, представились какими-то адвокатами Гурченко и вот развели меня на ответ, не стыдно ли мне. А так ни разу не прилетал. А тебе не стыдно? За что? За шутки? Нет, конечно. Нет, понятно, шутить можно более-менее над всем, но когда человек в возрасте? Да нет. Это тоже повод для шутки над старым человеком посмеяться, это же классно. Тоже повод, старые люди по-своему смешные. Медленные, что-то там мямлят, пукают, не сдерживают пуки. Ну то есть, есть на чем посмеяться. Я считаю, что все это повод посмеяться. Кроме Путина. По новому закону. У всех резидентов Comedy Club, сколько бы они там не отработали, есть история про самый невероятный корпорат. Я даже не помню у кого, какой-то там загородной дача, и мы сидим в подвале типа несколько представителей Кавказской республики, не знаю какой, я боюсь наврать, несколько женщин легкой социальной ответственности, как это говорится, и они сидели такие «Не смешно, уходи!» говорили кому-то из нас, а кому-то говорили «Смешно!» и кидали пачку десяти тысяч долларов. Прямо кидали пачку. «Держи! Смешно!» Вот так было. Вот такое было. Тебе кинули? Меня не кинули, но мне не кинули, не сказали «Не смешно». То есть я был на грани. Но мы потом, сети-мейт, вернули эти пачки. Мы получили, потому что гонорар, и пачки вернули. Тебя как-то спросили лет десять назад, каким ты представляешь себя в старости. Интересно. Ты ответил. Седой позитивный старичок на берегу океана в окружении внуков и внучек. Рассказывает им про былые годы и про старую добрую лав-машину. Ты это сказал за много лет до эмиграции на берег океана. Я правильно понимаю, что ты движешься в этом направлении? Ну, получается, да. Получается, что да. В старости я точно двигаюсь. Ну, и, в принципе, как и она тоже. Что должно произойти, чтобы ты вернулся в Россию? Ну, что-то должно меня заставить это сделать. Какая-то необратимая сила должна случиться, чтобы я вернулся в Россию жить. В реальность, в нашей реальности, я думаю, что ничего. То есть даже если вдруг сменится в России власть, все равно я понимаю, что понадобится десятилетие, чтобы Россия стала той средой, в которой я бы хотел жить и воспитывать детей. А что именно? Атмосфера. Вот этот дух свободы, который чувствуется не... который чувствуется без слов. Который ты приезжаешь в страну, ты прямо понимаешь, это свободная страна. Здесь я могу позволить себе быть собой и не угодить в тюрьму. Таир, вообще мы приехали снимать про то, что ты скромно живешь в Америке. А ты нас позвал на яхту, да еще и в среду, в середине рабочей недели. Но это несколько контрастирует с образом скромной жизни в Америке. Возможно. Но скромная жизнь, она же... Ну, она не в том, как... На что ты тратишь? У меня нету дома, у меня нету дорогой машины, у меня айфон 7. Скромно? Скромно. Нет, на самом деле здесь мы в Марине. Это на самом деле лайфхак, который мы с друзьями придумали несколько лет назад. Как обмануть столетиями придуманную систему рабочей недели. Если вам позволяет рабочий график сделать в среду выходной, то это гениальный способ вообще счастливо жить. Ты работаешь в понедельник, вторник. Да. В среду ты отдыхаешь. И потом остается работа четверг, пятница. А, суббота? Суббота выходной, официальное воскресенье. А, то есть, подожди, ты добавляешь третий выходной себе, делаешь... Ну да! Ну, а что в этом такого? Ну, если у тебя позволяет график, позволяет возможность так составить... Я не планирую встречу на среду. Это очень полезно. Это такая психотерапия, знаешь. Мы вот по средам собираемся, просто отдыхаем без бетонных стен, без городской суеты. Горизонт, друзья. Чья это посудинка? Не моя. Так. Это посудинка моего друга Давида, который тоже иммигрант. Он сюда переехал лет 10 назад. И он ее на самом деле купил с единственной целью собираться друзьями раз в неделю. Так, и что мы сейчас будем делать? Бухать пивко и что-то еще? Да. Мы сейчас будем просто наслаждаться жизнью. Мы сейчас просто будем вспоминать ценности, настоящие ценности, знаешь. Не эти городские бизнес-ценности, а просто горизонт, океан, солнце, дельфинчики. Просто вспоминать вкус жизни, как в детстве, когда мы радовались просто потому, что мы живем. Слушай, для чего вы тогда? Вы купаться будете? Мы, конечно, можем купаться. На самом деле, это защитная косатка. Вот на все лодки сейчас мы увидим. Котики вылезают вот на эту часть лодки и какают здесь. И кто-то использует ведра, кто-то использует чучело шакалов. Там такое будет. Кто-то использует колючую проволоку. Вот у нас такой миролюбивый способ. Ты сейчас не травишь про шакалов и чучело. Мы все это увидим, конечно. Мы видим тысячи способов защититься от какашек. Морских котиков. Реально. И он просто думает, что это реальная косатка и боится? Да. Котик боится косатки. Да, они ласковые, но тупые. Все, подчаливаем. Котик боится. Что за яхты, ты говорил, там есть? Там есть разные яхты, тут 5 тысяч разных яхт, есть яхта порно-продюсера. Тут периодически проплывают одни из самых дорогих, но это уже не яхты, корабли. 250 миллионов долларов корабль. Чи-чин! 250 миллионов долларов корабль. — Это чья? — Какие-то 80-летние… — Русские мужики? — Нет, не русские. Нет, какие-то американцы, какие-то… Что-то они делают, что-то круче, чем мы с тобой. — Смотри, это же диванчик, да? — Да. — Специально, чтобы тёлочки загорали. Как часто они здесь делают это? В реальной жизни здесь это ни разу не делали, потому что эта лодка — это как бы хранилище мужских традиций, и на эту лодку вообще не ступала нога женщины. Поэтому и не ступит. Это правило капитана, и это отличная отмазка для наших жен, что мы каждую среду проводим здесь. — Что у вас здесь целомуты? Да, это реально? — Рилток? — Рилток! Гомо-онли! Блиц! Я спрашиваю коротко, а ты отвечаешь необязательно коротко. Три самых смешных юмориста России прямо сейчас. Паша Воля. Я считаю смешным юмористом. Угу. Я считаю, ребята из стендап-клуба номер один. Это, на самом деле, большой коллектив ребят, и некоторых из них твои гости уже называли. Сашу Долгополова… И Драга. Я считаю, что это в целом клёвое сообщество андеграундных ребят, которые не пошли, имея возможность, на телек. Они вот именно вот то самое новое поколение вот этих ютюберов, которые без продюсеров сами вот делают свой юмор. Я считаю, это круто. Но я хочу назвать своего друга не злобина. Ну, как бы, чтобы другу было приятно. Ну и в целом, я считаю, что действительно то, что он делает, это клёво, это прикольно, это настоящий стендап. — Что в жизни важнее свобода? — Ничего. — Что такое патриотизм? — Патриотизм — это адекватная оценка настоящих достоинств своей страны. Вот в Америке, на самом деле, я прочувствовал, что такое патриотизм. Потому что он здесь, пусть даже не то чтобы коммерческий, но вот именно прописанный, но он здесь настоящий. Чтобы ты понимал, перед каждым спортивным мероприятием или матчем скейтбольным есть минутка патриотизма, когда они говорят, сегодня у нас в зале ветеран Афганистана, такой-то, 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 и весь зал встаёт, ему хлопает, и все слушают гимн, то есть, и ты понимаешь, что ты как-то пропитываешься, и ты понимаешь, что в этом гимне они символизируют действительно все свои заслуги. Они говорят, мы самые крутые там в кинематографе, у нас самая крутая армия, мы рулим миром. То есть они как-то вот не то чтобы там, они не придумывают достоинства, они как бы подчёркивают свою значимость. Мне кажется, и у России есть поводы для гордости, и, мне кажется, российские... Какие? Народ, российский народ, российский дух, вот эта русская смекалка, все вот эти мемы интернетовские про вот этих русских, я считаю, это повод для гордости. Последняя новость из России, от которой ты охуел? Ни одна новость из России меня не удивляет, потому что, опять-таки, все эти новости продолжают череду моих прогнозов многолетней давности. То есть я ещё в 2010-м говорил ребятам, а если YouTube закроют, они говорили, нет, ну, YouTube не закроют. Ну, сделают ограничения, закроют. Сейчас я скажу, YouTube закроют, уже люди скажут, ну, может быть. То есть меня, так скажу, это моя мама удивляется новостям, а я всё время говорю, а ты удивляешься? Ну, ну не могли же они так это сделать? Почему не могли? Могли, они так начали, они так и продолжают. И финальное. В чём сила? Сила в свободе, в правде, в вере во всё это. Вообще, сила в том, во что ты веришь. Вот, наверное, Путин верит в деньги, его сила в деньгах. Я верю в свободу, моё дело в свободе. То есть, наверное, в сила в том, во что ты веришь. Нет лучшего места, чтобы задать один из наших традиционных вопросов. Так. В чём смысл жизни? В моменте сейчас. В том, чтобы за вот этими банальными истинами, типа, не деньги, главное, что простые ценности, самое главное, чтобы за этими словами действительно найти смысл и действительно поверить и прочувствовать, что вот здесь и сейчас, в этот момент, в эту среду, в этом месте миллиарды атомов соединили нас всех и эту лодку, вот чтобы мы этим моментом наслаждались. Короче, не забывай чувствовать момент сейчас. Не думать о будущем, мы не знаем, какое оно, не думать о прошлом, его не изменить. Почувствуй. Сейчас. Пацаны, я знаю, что в Москве сейчас минус один, и хочется столкнуть его просто с лодки, когда он... Поэтому просто... В Москве тоже можно. Сложнее. Конкурс! Что ты принёс? Я принёс вот такую, на самом деле, футболочку. Это тоже одна из моих безумных идей, бизнес, как мне показалось. Я подумал, что сейчас... Пускать в футболке снапсер сто баксов? Она стоит сто долларов, на самом деле. Ты можешь купить её за сто долларов только. Я подумал, что все современные моды о чём говорит? Я могу себе позволить эту одежду. Я ношу Суприм, который с себестоимостью четыре доллара, но плачу за него, там, двести пятьдесят. Я подумал, что... Прямо четыре бакса в себестоимости? Ну, наверное, китайская футболка, китайский принт. Я подумал, что... Быть честным надо. И вот делаю футболку, которая стоит сто долларов. Внутри есть карточка, подтверждающая это. И вот это сто-долларовый подарок. Настоящий. Охренеть. Смотрите, конкурс следующий. Таир выпустил первое видео на Ютубе. Таир, без обид, очень не смешное. Спасибо. Все шутки, которые там есть, они прям слабые. Поэтому придумайте смешную шутку для Таира, которая начиналась бы с его коронного скандала, интриги, расследования. Чтобы Таир последний раз про это пошутил и похоронил вот этот якорь. Закопал стюардессу. И уже все следующие шутки были без скандала, интриги, расследования. Таир, спасибо тебе. Спасибо. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Юрий будет дуть, дуть. Еееееее.